Друзья, вы готовы смотреть жесть? Сейчас я вам покажу жесть. Мы едем в село Кухарь Иванковского района. Практически полностью село сравняли с землей. Вот, друзья, по дороге в село Кухарь стоит вот такой вот автомобиль, полностью сгоревший. Внутри много-много картошки. Видно, человек вез банки какие-то. А рядом могилка этого человека. То есть его здесь, собственно, и положили вместе с этой машиной. Русский мир. Фиксируем. Просто руины с левой стороны. С левой просто руины. А и справа. Редко-яки домики в цели. Вон воронка, смотрите, какая. Это авиабомба, авиабомба. Да, это огромная авиабомба. Воронка, если пешок. Начок мины. Да, еще теперь. Посмотрите, жестко как. Просто жесть. Танк остановили наши мужественные украинские воины. И тем самым спасли очень много жизней. Как военных, так и цивильных. Потому как эти танки, россиян, они с перепугу стреляли просто по всему, что только видели. Им даже в роддомах, наверное, мерещились огневые точки наших украинских воинов. И по дороге по Житомирской трассе я видел обстрелянный детский дом даже. Обстрелянные заправки, дома, магазины, кафе, рестораны, все что угодно. По всему, чего угодно стреляли. Куча машин есть стоит цивильных, перееханных, обстрелянных. То есть они ехали и просто палили по всему, чему угодно. Потому что боялись, что с любого места их могут обстрелять. Да, вот такой вот, друзья, танк сгоревший, вражеский, к счастью. Наши танки я не снимаю специально. Слава Богу, он не доехал, его остановили. Посмотрите. На олово похоже вообще. Так поплавило его сильно. Да, блин, прикиньте, сколько стоит это все сделать. Сделать такой один танк. Около двух миллионов долларов. Внутри тоже ничего не сохранилось. Вон даже какие-то кусочки боекомплекта есть. Вот на обочине тоже. Остатки одежды видим. Аспирин. Это чехол от телефона или что? Или это крышка, я не знаю. Походу им разрешили только крышки с собой. Россиянам брать от телефона. А сами телефоны запретили брать. Чтобы они не звонили, не рассказывали эту правду. Тут красный флажочек. Вот остатки от чего-то, не знаю. Может, это мины были? Кто знает, можете написать. Вот над ними флажок красный, видите? Пока что, конечно, рано ходить. По обочинам, по лесам, по полям. Из-за этих гадов, которые приехали на нашу землю с оружием, на несколько лет мы не сможем ходить, спокойно гулять. По лесам, по полям, там, где не прошли еще наши саперы. Друзья, у кого есть возможность, оформите, пожалуйста, спонсорскую подписочку на мой канал. Вы очень тем самым поддержите мой канал, мое творчество. А я, в свою очередь, обещаю вам свежие материалы. И все видео, которые выходят на моем канале для спонсоров, они выходят на неделю раньше. У кого есть возможность от одного доллара, я думаю, для вас это не большие деньги. А для меня это очень большая поддержка. Потому как сейчас мой канал практически не приносит мне никакого дохода. Я снимаю чисто на энтузиазм. Всем спасибо, друзья. Спасибо и тем, кто просто смотрит, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Тем самым поддерживает мой канал. Кто хочет, может подписаться также на мой Patreon. Там тоже у меня, я веду свой блог закрытый, на котором показываю те материалы, которые еще нигде не выходили в открытый доступ. Да, вот школа разбомбленная. Видно, что классная школа была. Полностью все зрыгнували. У нас богатых будинків, богатый. Позруха-то хатка. Там же на голову не спало. Нет, так вот какой-то. Кошмар, посмотрите, даже вон на асфальте. Не знаю, даже страшнейше в Припяти школы заброшили, чем поближе. Та в Припяти не такая печальная история, наверное, чем тут. Маш, ну квиточки посадили уже. Жесть, конечно. Вот это шо русский мир нам принес. Бачите? Ну, ва школа была, бачите, все, село Кухаря. Ласка вопросам. Где теперь диткам учиться? Дивіться, все новенько таке тут. Раньше мы по Припяти ходили, по школам заброшенному. А теперь ходим в жилых селах. Вот такой ужас натворили россияне. Ужас, конечно. Видно, что новая-новая, современная школа была такая. Вон рюкзачок детский. Детская шкафчик. Начальная школа была тут. Стенка на грани обвала. Очень опасно ходить. Не знаю, может какой-то медкабинет что ли тут был. Современная школа такая была. Живые, працюю в Украине. Интересно, что это было. Ну ничего. После нашей победы, а Украина победит 100%. Россияне будут выплачивать нам репарации. Пленные будут отстраивать как раз вот. Такие даже наши важные здания, как эта школа. Вот видите, пластилин. Детки различные поделки делали из пластилина. Вот видите, детская творчесть. Поднялся на второй этаж. Смотрите, современные какие столики были для настольного тенниса. Красивые рисунки такие. Открываючи книгу, мы открываем свет. Ну, я думаю, сейчас меня смотрятся уже переважно украинские смотрители. Поэтому я часто буду переходить на украинскую мову своих видео. Наверное, после русского мира эта школа выглядит на много лучше, чем много школ даже на той же России, которые не повредили. Туалеты, посмотрите, какие современные. Эти всякие бурята, которые приезжали сюда до нас на танках, они очень удивились, потому что у нас есть туалеты в сельских домах. Это обычная школа обычного украинского села. Видите, какая современная. И все тут было хорошо, пока не пришел российский, русский мир. И не разрушил. Теперь детям мне где учиться. Это реально ужасно. У меня нет слов. А сколько людей полягло в этом селе, это вообще ужас. Смотрите, какое обладнание. Инвентар у школы, який сучасный был. Видите? Я даже не знаю, эта строителька, вона еще поднягает восстановлению, или нет. Важно сказать, потому что я видел стены, которые уже покосились. Какие покосились уже. Тарас Шевченко. Наш любимый поэт. Письменник. Все, смотрите, какая актовая зала, или что это было. Это тоже очень современное все. Видно, что было очень красиво все сделано. Мабуть, что только недавно тут был сделан очень качественный ремонт. У меня просто нема слов. Вы сами все видите на своих экранах. Это столовая была. Видите, какая столовая была. Смачного детям бежала. И что? Все это отбудуют. Отбудуют, по-перше, те выродки, которые это сделали. Россияне. Библиотека, видите. А вот и Тарас Григорович. Вот такая библиотека. Давно я уже в школах не был. Но, честно вам скажу, такие школы после войны, они набагато сумнейшие, чем те школы в Припяте, которые мы отрели в нашей развитии зоны отчужения. В школе прилетело, видите, вот. Наверное, из-за этого, собственно, везде и такая разруха внутри. Ну вот остатки чего-то металлического от русского мира. Тут либо какими-то градами, либо смерчами, потому что крыша Витяка почти вся уничтоженная в школе. Да и рядом в домах тоже. Вот, друзья, тоже. Видите, дома у людей уничтожены, просто уничтожены. Все. Домов больше нет у людей. И с этой стороны. Да и стоим-то вот. Что и так? Реклама До Стоит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok